Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы хотим поговорить о проекте Конституции Советской России. Этот проект был опубликован в газете «Народная правда» в последнем номере. И сегодня с нами разработчики этого проекта, президент Фонда Рабочей Академии Михаил Васильевич Попов и вице-президент Рабочей Академии Иван Михайлович Герасимов. Также сегодня с нами Константин Шабусов. Вы соучастник, потому что Константин Константинович долгое время возглавлял Ленинградское отделение Рабочей Партии России и также принимал участие в разработке и обсуждении этих проектов, правильно? Ну, с чего хотелось бы начать? Я как представитель младшего молодого поколения ознакомился с этим проектом. Честно говоря, мне очень он понравился. И хочу напомнить зрителям, что где-то около года назад Фонд Рабочей Академии публиковал проект Конституции Советской Новороссии и был довольно детальный разбор опубликован. А сейчас в этом проекте, насколько я вижу, проделана дополнительная работа. Он очень хорошо читается. Все очень понятно, обосновано. Но хотел бы я начать с критического вопроса, который, наверное, обобщает ту критику, которая поступила по проекту Конституции Советской Новороссии. И самый такой распространенный вопрос – это о том, что чего вы витаете в облаках, какие конституции, государства, которые не существуют, зачем вы бежите впереди паровоза, и какой смысл писать законы государства, которые только там где-то в теории просматриваются? Ну, я думаю, вопрос закономерный. Вот пчела строит, дескать, соты, и ничего у нее там она не загадывает, а получается такие ровные, хорошие соты. И мед добывает, и ни о чем не думает. А чем отличается самый плохой архитектор, писал Маркс, от самой хорошей пчелы? Что он, это здание, сначала имеет в своей голове. И вот прекрасные здания, которые у нас построены, скажем, писательский собор, или, скажем, если мы говорим, смольный собор, красивейшие здания, они же сначала возникли в голове. Если бы они не возникли в голове архитектора, таких зданий просто бы не было. Никак. Ну, а построили бы много-много разных изгушек, которые могли делать христиане, и этим бы все дело завершилось. И был бы не блистательный Петербург, а получилось бы большое-большое, так сказать, вот селение. Не более того. Поэтому я думаю, что на этот вопрос, который вы задали, легче всего ответить. Эти люди всерьез думают о том, чтобы восстановить советскую власть, о том, чтобы совершить социалистическую революцию. Если они на это смотрят не с точки зрения мечтаний, а с точки зрения практической, ну, они должны видеть, как это все делается, то есть как устроено это здание, как устроена, да, эта власть, о которой люди некоторые мечтают. А некоторые люди не думают о том, как она устроена, не понимают. А те люди, которые получили советскую власть, ее утеряли. А почему они ее утеряли? А они и не знали, как она устроена. Вот потеряли ее те, которые не знали, как устроена советская власть. Поэтому только тогда можно сохранить советскую власть. Если мы извлечем уроки из этого, и я думаю, что мы должны это объяснить и себе, и объяснить тем руководителям тех стран, в которых строится социализм. Потому что советская власть, это нечто всеобщее, а не то, что характерно только для России. И это нужно объяснить всем тем, кто собирается бороться только за революцию. Но я думаю, что все так называемые левые, которые на самом деле, если они левые, должны знать вообще, за что они борются, или куда они зовут народ. Если бы я начну звать туда, куда не знаю куда, и сам не разбираюсь, что у нас из этого получится, а, дескать, по принципу, давайте пойдем с нами, может у нас ничего не выйдет, пойдем здесь с нами. Надо знать, о чем идет речь, и что такое советская власть. Есть по этому поводу выступление Ленина, написанное на грамм пластинке, ГОЭ, можно послушать, что такое советская власть. И это, собственно, одно из немногих таких произведений, которые раскрывают, что такое советское, но больше раскрывает советская власть, с точки зрения того, что она дает людям. Как она устроена, об этом произведении мало. Есть вот наша книга с профессором Каденовым, которая называется «Советы как форма власти». Вот эту книжку я бы тоже рекомендовал, и мы на эту книжку опирались, потому что прежде чем написать такую статью, в смысле проект, работать и опубликовать его в газете, нужно проработать этот вопрос теоретически. Можно сказать, что с нами вместе присутствует Александр Сергеевич Каденов, как один из авторов, который в своей книге этот вопрос рассматривал, и он знает его очень глубоко, потому что специально занимался как видите, на этом вопросе, исследованием этого вопроса в России. Поэтому сейчас, вот год, столетия Великой Октябрьской социалистической революции, мы должны вспомнить, что революция была советской, а не просто социалистической. Социалистической революции было много, а советская, и победившая была одна. Не победившая была и революция в Венгрии была, советская республика ее задушили, контрреволюционеры, и Красная Бавария, тоже там были созданы советы в Германии, и эти советы тоже были задавлены контрреволюцией. Поэтому сказать, что у нас люди знают, как устроены вообще советы, и что такое советская власть, вот этого сказать нельзя. И мы сами понимаем, что так обстоит дело, поэтому мы решили опубликовать проект именно в газете, потому что газета, она рассчитана на достаточно широкий, только предельный, 20 тысяч тираж, кроме всего прочего. Эта газета вывешена на сайте фонда рабочей академии, и поэтому там можно прочитать уже без ограничений, поскольку никакой тираж не ограничивает число читателей. Ну и кроме того, я хочу сказать, что это далеко не первый шаг в разработке проекта Советской Конституции. Дело в том, что в 1993 году по инициативе Совета рабочих Ленинграда сначала был разработан такой документ об устройстве будущей советской власти, принятый решением Совета рабочих Ленинграда, и с этим документом я поехал к известному юристу, судье Савомичногорского народного суда Слободкину, и товарищ Слободкин взял на себя труд оформить его в виде такого проекта Советской Конституции. В 1993 году, когда наступало во всю контрреволюцию, даже завершалось вступление в контрреволюцию, в 1993 году, когда провалилось конституционное совещание, вот мы, как представители коммунистов и представители тех сил, которые вовсе не собираются навсегда расстаться с идеей советской власти, а наоборот, никогда не расстаются и обязательно восстановят эту советскую власть. Вот тогда мы напечатали этот проект в народной правде, проект Слободкина, и поскольку тогда было совещание, и мне так пришлось представить СССР на этом самом конституционном совещании в Кремле, в Мраморном дворце, значит, мы с Василием Ивановичем Шишкаревым вот такую совершили операцию, он мне приносил все время новые борцы и газеты, я их закладывал в пустой дипломат около Спасской башни, проходил через Спасские ворота на левом-бравом зал, ну и там раздавал. Я сначала раздавал фойе, как только я первый раз раздал, меня сгребли, отобрали все газеты. После этого я имел такую жесткую беседу с товарищами, которые отобрали газеты, сказал, что вы нарушили священное право частной собственности, и эта собственность на горе это не наша, не ваша, поэтому отдавайте газеты, иначе я вас подаю в суд и вы будете сидеть в тюрьме. После этого они сказали, ладно, мы вам газеты даем, но не разрешаем в этом раздавать фойе. Ну, хорошо, а поскольку у меня был билет участника оппозиционного совещания, я забрал, забирал этот, проходил через это фойе, проходил в зал, куда этим охранникам входа нет, давай спокойно всем раздавал, и все с удовольствием брали, кроме Собчака. Собчак поднял страшный шум по этому поводу, как это тут раздают, и этот шум привел к тому, что реклама была обеспечена, и все сказали, дайте мне, дайте мне, дайте мне, я всем раздал, ну, кроме Ельцина, который там сидел в президиуме, охранялся и отдельно еще охранниками. А Слободкина, когда он только хотел пройти мимо Ельцина, его схватили, вынесли, по телевидению показали, как у него ботинок упал, его охранники выносят, вынесли в фойе и там поставили. Пройти даже было не было. И, значит, такие, как Ельцина, стали кричать, стучать, и не дали выступить Хазбулатову, председатель Верховного Совета. То есть, никто тогда еще не предполагал, что их люди не только против советской власти выступали, они выступали даже против своего парламента, потому что к тому времени Верховный Совет принял все буржуазные законы, приватизацию обеспечившие, и тем не менее, тем не менее, пока только слово Совета представилось, все равно, как Ельцин пытался уничтожить корнем. И, как мы знаем с вами, Верховный Совет был расстрелян. А идею расстрелять нельзя, а идея Советской Конституции и слобод, когда она жива. Другое дело, что всякая мысль, которая тогда еще представлялась, возможная, что мы предложим проект, и вдруг за него начнут голосовать. Во-первых, ни за какие проекты они голосовали. нам Ельцинская администрация показала, что можно принять Конституцию, когда они голосуют ни за какой проект. Потому что, если бы это было принятие проекта, было бы так, вот один проект, скажем, Собчака, второй проект, Ельцина, это называется проект Румянцева, Ельцин был председатель комиссии Верховного Совета. Второй проект Ельцина, это тот, который сейчас считается Конституцией. Потом был проект Жириновского. Жириновский смирно ходил, не поясничал, как он обычно делает на телевидении, там на совещании, он был серьезным человеком, он раздавал такой маленький, маленький экземпляр Конституции. И у Собчака был проект Конституции. Всего было пять проектов, у нас был один из Песи. Поэтому этот проект был обнародован, мы были и тогда авторами, и сейчас остаемся авторами, поэтому никакой такой абсолютно новизны в этом, что мы занимаемся Конституцией, чудо какое-то. Никакого чуда нету, мы никогда этим занимались, никогда не переставали думать о том, как будет устроено новое общество, как будет устроена новая власть, потому что, так сказать, люди должны знать, что это такое, а не так, как некоторые говорят, давайте, говорит, мы сейчас свалим этот режим, а там разберемся. Я видел этих людей, которые когда только подходят к Кремлю или там попадают, они сразу бегут в букеты и смотрят, что там дешевое, особенно если есть твердокопченая колбаса. Поэтому вот эти люди, которые говорят, ну вот там, потом мы разберемся, если вы сейчас не можете разобраться в спокойной, тихой обстановке, какая, в чем спокойствие и в чем плюс всех контрреволюционных периодов, потому что периоды контрреволюции, разбитые армии, хорошо учатся. Поэтому вот самое время писать Конституции, потом не до Конституции, потом надо ее будет осуществлять, этот проект. Поэтому обсуждать им нужно сейчас, это самое время, я вот на этом я выношу вам глубокую благодарность как руководителю Рабочего ТВ, что вы дальше нашли возможность, доставили слово, сказать что-то хорошее о том проекте, который опубликован Народной правдой. А теперь я готов ответить непосредственно на вопросы по самому проекту. А вот я бы хотел еще спросить у Ивана Михайловича. Вы представляли год назад проект Конституции Советской Новороссии, который был посвящен всем известным событиям борьбы с фашизмом на Украине и той ситуации, когда власть по сути была разрушена и этот проект также представлял там ценность был актуален. Вот скажите, кроме названия в этом проекте какие отличия по сравнению? Во-первых, ничего специфического антифашистского в том проекте не было. Эта просто идея возникла, потому что в Новороссии была ослаблена старая государственная машина и, конечно, если бы удалось на советской основе организовать там систему власти, то многих ошибок вышло и удалось бы, я думаю, избежать, потому что нынешняя власть и в АРНР, и в ДНР, к сожалению, несет на себе отпечаток многих недостатков, присущих власти российской и даже украинской, можно сказать, иначе и быть не может. Принцип построения власти по предприятиям, а это крупнейший индустриальный регион мира, он даже в книгу рекордов входит Гиннеса и Донбасс как крупнейший мегаполис, там фактически один мегагород, вот все эти города, они разделены небольшими промежутками, и там коросальная промышленность, это коросальный промышленный район, и там и сейчас есть, и шахты многие работают, и горно-обогатительные комбинаты, и металлообрабатывающие предприятия, промышленные, то есть там вот если бы удалось организовать по этому принципу систему власти, конечно, многое пришлось бы, удалось бы многих проблем еще раз избежать, но, к сожалению, вот этот принцип советская, советский принцип построения власти, он настолько оказался из горов вымот, из горов рабочих, из горов членов компартии, что эта идея, она была озвучена, но она вот как-то не прошла, и сейчас, конечно, там не очень хорошо из-за этого, а чем отличается, ну, во-первых, чем отличается институция Новороссии от проекта Сработкина, проект Сработкина был не свободен от многих недостатков того времени, 92-93-го года, всяких вот этих прав человека и тому подобной словесной шерухи, которая была настолько присуща тому времени, что она попала и вот в советский проект Конституции, и все-таки вот Конституция Новороссии, она тоже была не свободна от многих вещей таких переходных, и многие товарищи свои критики нам на них указывали, такие, можно сказать, оппортунистические немного вещи, там и коллективные предприятия были, и советы, там, с советами там было не все очень четко, там и советы крестьян, советы специалистов и служащих, ну, специалистов, но как вот, здесь вот все в этой Конституции от этих вещей выведено здесь все параллельно, перпендикулярно и четко, значит, есть советы рабочих, есть советы служащих, и они образуют съезд советов, которые назначают правительством, назначают в ЦИК, и вот эта вот система, здесь, конечно, все более, она и короче по содержанию получилась, и здесь все более четко и однозначно расписано, и всякая такая вот шелуха переходного периода, там и коллективные предприятия, и референдумы, которые в Конституции Новороссии присутствуют, они отсюда убраны, вот это вот, поэтому она получилась короче, четче и понятнее, функционирование, то есть здесь прозрачно, понятно, как устроена государственная машина советской власти. А вот тогда еще вопрос, Константин Константинович, вот вы представитель самого старшего поколения, и знаете жизнь в Советском Союзе, вот скажите, Конституция СССР, вот чего в ней, какой в ней может быть были, какие в ней были недостатки, и почему вот, например, тем, кто борется за справедливое общество, все-таки нужно думать о проектах Конституции, а, например, не взять за основу Советскую Конституцию? Просто ваше мнение. Конечно, Советский период это был самый лучший период развития современной России, это было огромное достижение для народа, и на мой взгляд, что мы уже жили не при фактическом коммунизме, а жили при формальном коммунизме, и огромную такую негативную роль сыграли, конечно, появилась бюрократия, которая склоняла на свою сторону, там вот такие видели, как Хрущев, он начал отменять некоторые моменты в развитии общества, особенно отменил диктатуру пролетариата, что и начиналось основным моментом уже разрушения советской власти. То есть влияние определенных лидеров на Конституцию сказалось, а в целом Конституция была положительная и носила такой разбивающийся характер и способствовала обеспечению народа бесплатным здравоохранением, образование бесплатное, транспорт, квартирная плата и так далее. То есть социальные деборки были на самом таком высоком уровне. и это мы знаем, что это было для народа огромным положительным моментом. И поныне большинство людей, которые жили нормальной жизнью, знают, что это был самый лучший период в истории советского периода. то есть получается несмотря на вот эти положительные моменты все-таки момент отрицательный привел к тому, что все-таки власть народ потерял. Да, можно же так сказать? Можно так сказать? Как может потерять народ власть? Народ может потерять в любом случае власть, если он не понимает, как она устроена. Если он не понимает, как она устроена, он держать ее не может. И вот это выражение непонимания того, как устроена советская власть была Конституцией 1936 года. Вот Конституции 1917 года и 1924 года это были Конституции, которые предполагали устройство Советов как органов, которые избираются по комиссиям о фабрике завода. К сожалению, в самой Конституции это было не вполне прописано, а она как бы допускала такую возможность. Например, в городах, как было написано в Конституции 1918 года, которую еще Ленин готовил, в городах от 25 тысяч избирателей избирателей формировался один депутат, избирался один депутат, а в деревнях от 125 тысяч жителей. То есть, видно было, что в деревнях по принципу нахождения на определенные территории, а в городах избиратели, а избиратели могли быть или от заводов, или тоже по территории. То есть, это допускает и такую, и такую, а вот уже в 1936 году все выборы проводились по территории, и поэтому на самом деле в 1936 году в основу Конституции был положен принцип парламентский. Все парламентские конституции устроены таким образом, что депутаты избираются на определенные территории, и выступают с точки зрения, считается самым прогрессивным, что прямые, равные, тайные, эти выборы при тайном голосовании, а чем отличались вот советские выборы, выборы на фабриках и заводах, они, во-первых, не тайные, а открытые, и открытым голосованием, во-вторых, на этих фабриках и заводах прямо избирался депутат, а не просто выдвигался, как после 1936 года, избирался, а раз он избирался, то его можно в любой момент так же отозвать, то есть собирается тоже та же конференция или тоже собрание, принимает решение, и депутат перестает быть депутатом, и вместо Иванова идет Петров, от этого такое приятие. То есть самое главное вообще завоевание демократии, или самое демократическое право, это право отзыва. Если я могу только избираться, не могу отозвать, то никакой демократии нет. То есть вот я красиво выступил, люди послушали, один раз посмотрели, избрали, а потом такое, оказывается, я творил, и никто не может меня отозвать. Есть демократия? Нет демократии, потому что никакой власти большинства нет. И наоборот, вот человек молчаливый, он не умеет, может быть, речи говорить, но он оказался прекрасным организатором. он и это наладил, это нашел, этих людей организовал и так далее. И вот такие люди, о которых говорил Ленин, что надо отличать необходимый совет интеллигента, образованного человека, и такую сметку, которая есть у рабочих крестьян, практически у человека, который может довести дело до конца. Реализовать то, что намечено, а не остановиться на этих разговорах. Как сегодня получается? Вот послание сделал президент, и что? Говорит, надо выполнять послание. Как можно послание выполнять? Даже речь Сталина нельзя выполнять. Как можно выполнять и речь? Вот план можно выполнять, решение можно выполнять, так вы доведите это до решения, и тогда будем выполнять. Как можно выполнять послание? Кого? Кто послал? Куда послал? Что тут выполнять можно? Это даже смешно сейчас наблюдать, до чего можно довести, так сказать, этот самый буржуатный парламентаризм просто до буржуатного идиотизма, когда начинают выполнять послание. Давайте я сейчас выступлю, а вы будете выполнять. Решение надо принимать, что мало органов у нас есть. Дума может принимать решение, правительство может принимать решение. Указом президента можно вынести любое решение, почти. В чем дело, в чем проблема? Мало власти? Нет, власти не пользуются. Я выступлю, а вы реализовываете. Что это такое? Деградация, можно сказать. Уход от ответственности. Если я принимаю решение, так я же отвечаю. А потом, если я принял решение, то я должен, между прочим, заниматься выполнением, а не просто ходить на приемы и делать всякие пресс-конференции и беседовать. А надо сидеть, как товарищ Сталин, и выполнять. Сидеть и выполнять. Поэтому, вот это те моменты, которые надо учесть. Именно потому, что люди не понимали, как устроена советская власть. Не знали, как она устроена. Они не заметили, что вместо советской власти появилась власть с такими же названиями, Советы и так далее. С очень большим совпадением в формах организации, например, кандидата, депутаты могли выдвинуть только трудовые коллективы. Только трудовые. И пока этот принцип на основе Конституции 1936 года соблюдался, получилось так, что хотя решающей роли трудовые коллективы не имели, но вы выявляете избирательку. А избирательку будут люди, которые его не знают. А кто знает? А знает только орган дел, соответствующего обхому партии. И получается, что вместо власти Совета с помощью партии, получается власть партийных органов, которые отрываются тем самым от реального участия самих трудящихся в организации своей власти. И это просуществовало до Брежневского периода. А потом уже и выдвигать стали. При Горбачеве, при Горбачеве стали выдвигать кто угодно. Любые там общественные организации, помните, друзья, кинопилотелисты могут выдвинуть. И так Горбачев оказался президентом. Потому что даже Верховный Совет, избираемый, так сказать, вроде прямым голосованием, голосовал за Горбачева. И они сделали вид, кто? Вот Горбачева избрал народ. А народ тут вообще ни при чем. Потому что при такой системе, это немыслимо вообще отозвать никого. Поэтому это никаким демократическим волеизъявлением считаться не может. Но это вот не депутат, кого я не могу отозвать. Депутат, это мой представитель. Мне не нравится, что он делает. Я его отзываю. Но я не я, в смысле я, в смысле коллектив. Коллектив отозвал, все. Так вот, в этой проекте советский принц проведен последовательно. Где он был записан? Он был записан в Ленинской, разработанной Лениной программе РКПБ. Принятие в 1919 году на 8 сезе написано. Основной избирательной единицей и основной ячейкой государств является не территориальный округ, а производственная единица. Вот фабрика. У нас иногда говорят, что выборы должны быть не по территориальным округам, а по производственным округам. И это есть опять уступка вот этому несоветскому принципу. По производственным единицам написано в Ленинской, а не по округам. Округ это понятие территориальное. Причем тут округ? По производственным единицам завод, фабрика. Это программное положение. Это записано в программе, которую должны соблюдать все члены партии. Программа действовала до какого времени? До 1961 года. И никто, ни генеральный секретарь, ни простые секретари, ни члены Политбюро, ни члены ЦК, и ни один коммунист не имел права поступать против программы. Для того, чтобы не поступать против программы, надо ее, по крайней мере, понимать. И как-то к этому отнеслись, как будто это все-то несущественное. Сказать, что против этого какая-то развернулась теоретическая борьба или война, ничего подобного. Возьмите, вот есть такая книга «Вопросы», такие сборники издавались. У меня дома есть 11-е издание «Сборник вопросов ленинизма» Сталина. Там цитируется это положение из программы, что основной избирательной единицы, основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод, фабрика. А на практике? А на практике основной избирательной единицы и основной ячейкой государства стали территориальный округ. Ну, а на территории какая организация народная? Ну, какая у вас организация вот рядом на лестницей площадке? Вы сколько знаете соседей? Если я знаю одного, второго, как зовут, то уже и хватит на это. Или, что кому непонятно, что когда вот сейчас избирали так называемые ТСО и другие организации по управлению личным хозяйством, ну, что, неужели непонятно, что там все, одна сплошная липа, никаких не было собраний. Приходит какая-нибудь тетя или дядя с бумажками, подпишите, что вы участвовали в собрании и брали таких. Вот они ходили и все. Потому что собрать собрание жильцов дома, для этого надо ходить с автоматом. Иначе не соберут. Ничего не объединяет людей, которые... Что, сон объединяет? Ну, сон у нас тоже отдельный. Я в своей кровати, он в своей кровати, я в своей кровати, он в своей... Что у нас объединяет? Общий двор. По этому общему двору сейчас частные автомобили едят. Что там объединяет? Крыша. Это непонятно, что за компания, которая теперь этим занимается. То есть я хочу сказать, что территориальный принцип, он не прошел уже в парижскую коммуну. Откуда у нас эти понятия коммунальные хозяйства? Это же от парижской коммуны идет. По территории. Коммунальщики. Это как будто они коммунисты, новоявленные сейчас коммуны. Территориальные организации. Когда еще не дошел, парижский пролетариат не дошел до этого принципа. А вот российский пролетариат дошел до принципа, что надо образовывать органы по трудовым коллективам. В пятом году в Иваново-Вознесенске. Это наше величайшее открытие. И если наши товарищи, претендующие на звание коммунистов, марксистов или просто на звание объективных ученых, этого не знают и не понимают. Но это вот они несут ответственность за то, что у нас произошло в Советском Союзе. Если люди не знают, что такое Советы. Поэтому одна из важнейших задач вот этого проекта в понятной форме объяснить, как устроена советская власть, формируемая по трудовым коллективам. По трудовым единицам, по производственным единицам, заводам и фабрикам. Устроена она очень просто. Значит, если некоторым кажется, что прямые выборы это очень хорошо, то это хорошо для того, чтобы сверху управлять. А чтобы снизу контролировать управление, очень плохо. Потому что если вы сразу выбираете депутата Верховного Совета, как было после Конституции 1936 года, то вы выбираете там, скажем, от полутора миллионов одного депутата. Или еще от какой-то такой суммы. Вы не можете даже у себя, например, во дворе людей собрать, не можете на лестничной клетке собрать, а вы соберете для отзыва. Можно кого-то собрать, даже если правого отзыва записано, отзыва. Никак вы не отзовете. Поэтому система, которая была при Ленине, и в основу этого проекта положена та система, которая на самом деле была в советское время, и на самом деле сложилась после революции, и которая закреплена была в соответствующей инструкции по выбору. Хотя с некоторыми, так сказать, недостатками и дырками, допустим, можно было избрать депутатов. А вот уже на съезд Совета могли пойти люди не из этих депутатов. И, значит, можно было какого-то минуви фабрики и заводы туда отправить на самый верх. Вот были такие изъяны. Но это был, к сожалению, другой документ. Это инструкция, которую можно поменять, исправить, дополнить. Но она в целом отражала, как устроено это все дело. Эта инструкция тоже нами опубликована в той же книге, о которой я говорил с Александром Сергеевичем Каденом. То есть можно ее почитать, с ней познакомиться. Итак, значит, как устроена советская власть? Очень просто. По фабрикам и заводам проводятся выборы по какой-то единой норме. Ну, к примеру, от тысячи человек один депутат. Поэтому, скажем, Кировский... Тысячи работников? Тысячи работников предприятия, да. От предприятия. Если на Кировском заводе, допустим, было пять тысяч, пять депутатов городского совета. Городского, да? Да. Основа. А здесь у нас в статье 57. У нас областного. Я имею в виду городского, так фактически, так складно депутатов городского совета. Поскольку в городах это все начиналось, и в городах это все делалось, хотя после оформления всего. Конечно, дело потом идет к тому, что соединяются рабочие с жителями села, и советы уже могут становиться областными. Ну, конечно, если говорить об инициативе, то по инициативному порядку начинается с городских советов. Начинается становление советской власти, идет, конечно, через городские советы. Вот избрали городские советы. Потом подтягиваются еще и эти жители села, они тоже могут избрать. У них территориальные принципы производственные совпадают. Он же на территории, он же имеет соответствующую производственную единицу. Если большой там совхоз, если большое предприятие, через какое-то единственное. После этого депутаты этого уровня, депутаты областного совета выбирают делегатов съезда совета. И это и есть высший уровень власти всего. То есть две ступени. Одна ступень это депутаты, а вторая делегаты из депутатов же сформированы съезда совета. И все. А уже съезд совета формируется. Центральный исполнительный комитет, как Иван Михайлович сказал. Правительство или непосредственно избирает, или назначает, или может передать эти функции исполнительному комитету. При этом, как отозвать члена Центрального исполнительного комитета. Или, скажем, председателя президентного исполнительного комитета. Председателя ЦИК. Вот у нас Свердлов был председатель ЦИК. Как отозвать? Очень просто. Если все члены ЦИК избраны из членов съезда совета. А если делегаты съезда формированы из депутатов областных советов. Значит, есть то предприятие, которое направило Иванову. Направило в областной совет. Решил его отозвать. Он, значит, улетает из областного совета. Соответственно, он выпадает из делегатов СИЕЗа совета. Соответственно, он не может быть и во ФСИК. И все. И что-то в любой момент могло произойти. Да. Вот в этом принцип. В любой момент. А как вы понимаете, демократия? Ну, если я начал в любой момент делать то, что не нужно народу. Почему народ не может в любой момент меня забрать вниз? Почему? Что это за демократия такая у вас? Что я, значит, начинаю что-то творить, а народ такого права не имеет. Поэтому я уже говорил о том дефекте, который был тогда. Что вот избрали депутатов на съезд советов. Но уже можно было избрать депутатом кого-то, кто не прошел через предприятие. А в чем проблема? Придите на предприятие, расскажите, какой это хороший человек. От предприятия может быть избранный. Или работник этого предприятия, рабочий. Или может быть инженер. Или какой-нибудь ученый. Или какой-нибудь деятель искусства. Ну, придите к людям, расскажите. Вы же хотите, чтобы это был орган власти. Значит, это все в интересах трудящихся. Ну, почему? Я приведу сюда хорошего артиста. Мы о нем расскажем. Мы его представим. Но с одним условием, что этот артист должен будет хотя бы раз в месяц приходить и рассказывать, какую он там государственную работу ведет. А если он там никакую работу не ведет, он только заседает, а за него другие люди решают, пользуясь тем, что он артист. И что ему не до того. И что он выучивает роли, там сидит. А сам, так сказать, в это время думает, как ему сегодня вечером играть. И он ни в чем там не участвует. Только такой депутат не нужен. Надо другого человека. То есть, почему люди, которые на самом верху не хотят пойти в самый низ, чтобы в самом низу, люди решили оставаться ему депутатом или нет. Вот с этого системы предполагаются регулярные, о чем мы вот тут написали, регулярные отчеты депутатов перед теми, кто их избрал, перед избирателями. То есть, перед трудовым коллективом. И на конференции, и на собрании, зависимости от численности. И принятие решения о том, продолжает он оставаться депутатом или нет. Ну вот я, допустим, работал, много делал, все, каких-то претензий нет, но устал. А вы не устали. Ну, давайте вы поработайте, дайте я передать вам. Ну, я приду и скажу, вот есть кучок Владимир Александрович, молодой, тердый, принципиальный, знающий, думающий. Давайте его и берем. Ну, что я там буду сидеть? Ну, они говорят, действительно, давайте возьмем. А вы-то не отказываетесь ему помогать? Да я не отказываюсь, он если к вам придет, я ему скажу. Ну, не придет, это его дело. Он знает, с кем соединиться. У нас мир широк. И все. То есть, мы хотим извлечь, между прочим, урок из поражения социализма. Поражение социализма было связано с тем, что вот весь аппарат государственный, весь почти до последних, так сказать, как раковую опухоль, был поражен. Он тем, что там сидели люди, которые уже не служили народу, а рассматривали народ как некое быдло, которое должно им служить. Я это знаю очень хорошо. Я в 1990-91 году был членом Ленинградского кома партии от двух предприятий Выборгского района. Вот так получилось, по партийным округам избирали какое-то количество членов обкома от Красной Зари и от Северной Зари. И я видел, сколько много у нас там всяких партийных руководителей. И когда я поставил вопрос на пленами о том, что давайте проголосуем, что надо изгнать из партии антигумуистическую фракцию, Горбачева проголосовало в меньшинство 17 из 200 на пленах. В том числе Беллов не проголосовал за это, хотя он так ходил и критиковал. Это немного критиковал Горбачева. Но он не проголосовал за это. Людей, которые были в партийном аппарате и продолжили потом бы бороться за социализм, вроде капитализма, это буквально единицы. Там Тюхин, Терентьев, Галендухина, которая была в Красногварейском райкоме партии. Еще один первый секретарь Раков Петроградского райкома. И первый секретарь Смоленского райкома партии. А все остальные прямиком пошли куда? В банки. Как товарищ Филиппов, товарищ, простите, не Филиппов, а Соловьев Филиппов, советникам в банки. Я понимаю, не директорам завода, не промышленности, я уж не говорю о рабочих. Они пошли в такие паразитические конторы, где они прекрасно переживали. А члены ЦК, которые им сказали уходить из ЦК, они ушли. А кого-нибудь били там, или стреляли в кого-нибудь из членов ЦК, или членов Попкома партийных работников стреляли в 91-м году? Нет, это точно никого. Они сказали, уходите, они пошли. А мы вот сидели, Народная правда у нас сидела в Смолене, мы и не ушли оттуда. И сидели с 93-го года, пока не разменялись Собчаком на лучшие помещения. И никто нас оттуда не выдвинул. А как сидели наши товарищи Советы Рабочих и Центр распространения народной правды в Доме политпросвещения, так и висел. И флаг там висел, пока не спилили флагшток над Домом политпросвещения, который теперь имеет адрес. Это бизнес-центр по адресу площадь пролетарской диктатуры, дом 6. Хорошо так закручено. Бизнес-центр площадь пролетарской диктатуры, дом 6. Вот, то есть я хочу сказать, что заросла эта система полностью. И если этого нет отзыва, если народ не в состоянии отозвать, он не руководит. И рабочий класс не руководит. Нет диктатуры Рубтериата тогда. А почему диктатура Рубтериата обеспечивает избрание трудовых коллективов? Потому что наиболее сплоченной массой трудовых коллективов является рабочий. Рабочие им уже инженеры, начальники разного уровня. Они стараются, так сказать, в это дело не входить в политическое. Они решают свои задачи. Конечно, рабочие тут будут играть решающую роль. А что касается, скажем, мелких предприятий, то их можно сгруппировать по принципу. Если они даже профсоюз не могут создать, то нечего одних и депутатов иметь. А если они могут создать профсоюз, то тысячи членов профсоюза одних и депутатов. Я не рассматриваю проект Конституции как законченная Конституция. Это проект. В нем должен быть ясно прописан сам принцип. Принцип очень простой. Если вы берете уровень предприятия, то есть нет советов. Вы можете называть сколько угодно. Советы другого коллектива, советы предприятия. Это не совет. В том смысле, в каком понимается. В политическом смысле. Совет в политическом смысле, по определению, это органы территориальной власти, сформированные по производственным единицам. С помощью выборов по производственным единицам. А все органы предприятия, это органы самоуправления. Если вы рабочие, вы управляете сами собой. У вас есть совет рабочий, вы управляете. А смысл власти в том, чтобы рабочий власт не собой управлял, а всеми управлял, всем народом. В том числе и своими противниками управлял. Так или не так? Власть. Ну, так если это власть. Поэтому не надо изображать, что на заводах есть совет. Нет там советов. Называйте комитеты по-прежнему, заводские. Советы, как угодно. Это не совет. У нас советов, если мы будем держаться за слово, вообще полно сейчас. У нас очень серьезные органы. Есть совет безопасности. Совет? Совет. Высшая палата, Верхняя палата, Думы, Совет Федерации. Да? А дальше, а госсоветы, когда соберет Владимир Владимирович всех руководителей регионов. Это огромный зал показывает, вы видите, сидят. Конца края не видать, это госсовет. Какая это давно власть? Вот она, власть советов. А если еще учесть, что у нас и в вузах есть ученые советы. И там советская власть. А если учесть, что у нас каждый друг другу советует, то дело не идет, а советы все идут. У нас вообще страна советов сейчас. Сплошные советы. Решение не принимается, а советуют, советуют, советуют. То есть не надо гоняться за словом. Мы в данном случае говорим не о слове, а говорим о понятии советов как политическом органе. Этот политический орган только один. Вот нам. Если предприятия могут сформировать только на уровне города. Они уже не могут сформировать сразу непосредственно предприятие российского органа. Нет такой возможности. Не просматривается снизу до самого верха такой орган. Не могут рабочие знать, кого избрать на уровень России. А вот когда вы изберете областные советы или городские, тогда вот эти вот депутаты, вот они могут из своей среды выдвинуть представителей на съезд советов. Поэтому две этих ступени. И две ступени при Лене и были. Во-первых, советы в разных городах. И не только в городах, поскольку были крестьянские советы, солдатские советы. Но в принципе тот же самый, производственный. Под чем занимать? И затем съезд советов. Вот этот съезд советов есть высший орган власти в Советской России. А Верховный совет? А Верховного совета не было. И не нужен он. Потому что никакой он не совет. Потому что совет это орган от трудовых коллективов, который может быть только на городском, областном уровне. Выше не подняться с уровня завода сразу. В два этапа. Вы можете так быстро, высоко прыгнуть до пятого этажа? Я вот могу только по лестницам пройти. Невозможно сразу. А вот поэтому эти выборы красиво смотрелись. Но только их как сверху строишь. Если я сижу, я забор к отделам, я проведу вам выборы. И все будет. Вот столько комсомольцев будет, столько рабочих, столько женщин. Столько будет крестьян. Все будет. Такого возраста, такого возраста и такого. Так и было. И пока партия была партией рабочего класса, она старалась, чтобы рабочие были. Старалась, чтобы там... Поэтому, когда Советы, по существу, перестали быть Советами, Диктатура Ультрята не исчезла. Но она висела как бы на партии. А когда партия объявила, что она против Диктатуры Ультрята, ну тогда уже все. Тогда все. Когда в 61-м году и партия объявила, что она отказывается от Диктатуры Ультрята, а от организационной формы она отказалась пораньше, да, потому что Советы это организационная форма Диктатуры Ультрята, записанная Лениным в брошюре очередной задачи советской власти. Вот если она от этого отказалась, ну все тогда. Тогда и произошла революция. И наоборот. Если вы хотите, чтобы произошла революция, все сначала революция или Совет. Ну Советы сначала создались. Советы еще в 5-м году создавались. И в 17-м. Какие? Ну какие будут? Вот Ленин поддерживал какие Советы. Какие создал народ? Вот создал народ. Советы были изначально СССР и Мишевицкие. Я думаю, что они будут и создаваться снова в России. Они будут тоже какие-нибудь Яблочино-Либеральные или какие-нибудь Жириновские и так далее. Но! Но! Советы-то они как избрали, можно отозвать. Всяких болтунов, таких как эти самые Явлинские. В России отозвали. И послали таких как Шабусов, или Герасимов, или Кучук. Поставили там других людей. И был он и СССР и Мишевицкий, а стал вполне большевицким. Так и произошло. Сначала Советы были как бы вторым органом была Асти. После буржуазной революции. Так, буржуазия быстренько создала свою эту самую Думу, правительство свое. А прудящие создали свои Советы. А кого они туда наизбирали? Ну, вот Теренского. Там Церетели и других Мишевиков, СССР, Кадетов. А большевиков тоже какое-то количество. Но большинства не было большевиков. А Ленин говорил, да ничего, мы давайте, вот вся власть Советом. А дальше пусть перевыборы пройдут Советы. Будет же власть рабочего класса. Ну, а эти Советы Советы Мишевицкие стали прислуживать кому? В буржуазии. Перестали быть властью. И лозунг «Вся власть Совета» был на время снят. Потом был Корниловский мятеж. Потом большевики организовывали борьбу с этим Корниловым. Получили колоссальный авторитет и получили такой кулак мощный. Большевистские Советы стали. Потому что отозвали тех депутатов, послали большевистских депутатов, трудящихся. И у нас большевистский Совет был Петроградский. В Петроградском гарнизоне тоже Совет был большевистским. В войсках Северного фронта большевистские в Москве большевистские. А раз они большевистские, вот состоялся такой кулак, который мог обеспечить в случае перехода к власти к Советам защиту этой власти. Чем? Вооруженной силой. Защиты, чтобы не было пролития крови. Ее не было в Петрограде. В Петрограде все это было тихо, мирно. Это самая мирная революция. Сейчас вот гордятся, что вот вежливые люди были в Крыму. Да у нас гораздо более вежливые были в 17-м году. У нас вежливо пришла облора. Вежливо взяли телеграф, телефон. Никого там ни в кого не стреляли. А что вы будете смотреть? Мы придем там в Шестерово. Вот теперь вы будете снимать другое. И все. А если вы не будете снимать другое, ну, не вините. Вот и все дело. Какая может борьба? Неужели вы можете представить борьбу между Петроградским гарнизоном и женским батальоном Юн Керами? Это смешно даже. Ну, смешно. Но люди, хоть немножко понимающие в военном деле, они хоть думают, что какой может быть тут штурм. Ну, пошли люди и все. А они ведь стрельнули в кого-то. Потому что я знаю, что в парке Листехнической Академии, я вот там ходил и видел, там есть могилы погибших в 1917-м. Это в кого-то выстрелили эти гады все-таки. В них не стреляли, а не выстрелили. Но это все равно, вот количество жертв там не укладывается в величину, которую больше десяти, так все отмечают. И, собственно говоря, толку непонятно при каких условиях. Жалуются, мебель поломали. Вот мебель жалко, да. Мебель жалко, особенно царскую мебель жалко. Хорошо бы ее иметь, и там бы сидеть на тропах. Вот. Ну, всякая большая революция, она обязательно связана с какими-то трудностями, потерями. Хотя, ну, самое главное, что она была мирной, но вооруженной. Мирная революция была только вооруженная. При подавляющем перевесе сил. Подавляющий перевес был обеспечен. И отпустили же временное правительство. Всех поштучно. Немножко они посидели, в Петербургской крепости, всех отпустили. И многие из этого временного правительства потом верой и правой служили советской власти. Лекции читали даже на университете. Лекции читали даже на университете. Так что, вот мы должны это все вспомнить. И самое главное, понять саму суть вообще советской власти. Что суть советской власти в том, что это власть подконтрольная трудовым коллективам. А не потому подконтрольная, что где-то ее как-то избрали, а потом ходят эти трудовые коллективы и просят их что-то представить. Нет, это подконтрольная в том смысле, что сами трудовые коллективы порождают эту власть. Они выбирают депутатов. Эти депутаты должны прекратить и отчитываться. И в любой момент можно их отозвать. Независимо от того, они сидят только в областном совете. Или они уже попали на съезд совета. Или они на съезды совета уже избраны в Центральный исполнительный комитет. С любого уровня, чтобы можно было его снять. Вот в партии такого рода линия вообще присутствовала. Например, товарищ Сталин был партийной организацией одного из крупных заводов. Коварищ Киров был, как известно, на учете партийной организации Кировского завода. Вот я вот когда был членом обкома, я узнал, что существует партийная организация аппарата обкома. И там на партийном учете стояла вся эта верхушка партийная. А почему надо стоять на партийном учете там, а не в партийной организации Большого завода? Ну вообще партия не думает. А, да, чтобы вот какой-то доказатель. Там ведь тебя и спросят какие-нибудь рабочие, скажут, ну почему ты так сделал? И что они такое скажут? Даже формально они себя не могут там переизбрать, но они могут сказать. И даже от этого ушли. Поэтому меньше надо разговаривать про власть народа, народную власть, государство народа, государство народного диктатуры пролетариата. Вот это самая народная власть, поскольку народ это рабочие крестьяне. А крестьяне никогда не победят без руководства рабочих. Поэтому самая народная власть это диктатура пролетариата, а форма этой народной власти это организационные формы, советы. И вот здесь прописано, как это все формируется и работает. И только тогда, вот если это все осуществить, как здесь прописано, вот это все и прописано. После этого в Конституции включены и соответствующие цели. Целью всех этих репутатов должно быть обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, а не просто удовлетворение потребностей. У вас нет потребности ходить в театр? У меня есть, я пойду в театр. У вас потребность воярышник пить? Идите пейте воярышник, товарищ Шауссов. Какие есть потребности, такие удовлетворяем. Это же написано было. Выкинули, это тоже из программы. Это тоже при Кручеве было выкинуло. Программу поставили удовлетворение потребностей. Все более полное удовлетворение растущих. Все больше пей, все больше курить, а потом еще есть потребность в наркотики потреблять. Это тоже все более полное удовлетворение потребностей, оно и идет до сих пор. А это прямо противостоит обеспечению полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Понятно, что здесь в Конституции записана диктатура пролетариата. Нам указывали с Иваном Михайловичем, что у вас в Новороссии. Потому что там переходная такая была форма. Она по сути была бы такая, а по содержанию мы там это не писали. Ну и теперь мы откликнулись на эту критику, писали. Общественная собственность на средства производства, на все решающие средства производства. Иначе нет никакого социализма. Это социалистическая Конституция. Вполне. Правильно я понимаю, Михаил Иванович, что здесь общественная собственность, она противопоставляется частной. Но есть еще личная собственность. Вот в чем отличие личной от частной. А личная это то, что вы не можете использовать для эксплуатации чужого труда. Вот вы можете своей зубной щеткой эксплуатировать народ. Нет? Может электрическую, если купите, может как-нибудь на время давать и зачистку от электрической. Деньги получать. Да. То есть, скажем, а вот если люди имеют, как сейчас весь клуб 100 квартир, собственников, так они значит в одной живут или в трех живут по очереди. А в остальных они содержат жильцов и получают и трудовой доход. Постоянный. Постоянный. И это будет частная собственность. То есть, и то, что необходимо для удовлетворения личных потребностей работника и членов его семьи. Вот все, что это необходимо, это личная собственность. А то, что вам для личных потребностей удовлетворения для развития не необходимо. Вам необходимо, если вы детей будете молодым учить, чтобы у вас было фортепиано, покупайте. Оно не дешевое. Ну, не частная собственность. Это личная. Если у вас пять фортепиано, и вы, так сказать, за то, что у вас поиграли на них, вы с них деньги дерете. Это уже начинается частная собственность. То есть, личная собственность, это собственность на такие предметы, которые нужны для удовлетворения личных потребностей работника и членов его семьи. Ну, какой-то уровень личных потребностей все-таки как-то задается? Нет, не задается. Ну, а если там не дорогущую машину или яхту приспичивают? Если приспичивают? Не дорогущую машину или яхту вообще нельзя, так сказать, купить на трудовые доходы. Если вы купили очень дорогую яхту или машину, я уже знаю, что вы преступник. Но для того, чтобы вас посадить, нужно еще и расследовать, как и где вы получили трудовые доходы. Вот все, что требуется от соответствующих служб. А то, что вы преступник, это я и заранее скажу. Почему? А потому что от трудов правильных, Владимир Александрович, не дышит. Да и потребности такой в такой яхте или машине у вас нет. Это потребность престижная, чтобы машина была дороже, чем у кого-то там. А объективно... Владимир Александрович, я немножко экономист, все-таки. Кандидат экономической, экономикой профессор, пока все экономики правы. Ну и я могу так сказать, какой примерно уровень должен быть доходов, чтобы не было трудовых поток. Самый тяжелый труд какой? Кого? Шахтеров. Шахтеров, шахтеров. Которые под землей и все время под угрозой жизни. И даже можно сказать, сколько миллионов тонн надо выпустить, и сколько в этом погибнет людей. Погибающих. Значит, кто получает больше шахтеров, сидит там, командует какими-нибудь корпорациями, директора и прочее. Ну пусть не доказывает, что у них затрачено больше труда. Они больше чем затрачивать труда, рабочие не могут. Потому что рабочие шахтеры и живут меньше, и у них сколиоз, и вы знаете какие они. И они все время рискуют забыть. Ну где-то, раз, можно сравнить. Ну я хоть как, вот не стараюсь сейчас, как я вот не буду на своей работе что делать, но никак я не могу затрудиться больше, чем шахтер. А получить, вот когда говорят, он-то это заработал. Он не заработал, а получил. Получил, получить в нашем обществе можно сколько угодно, а заработать много не заработаешь. Вот те, кто работает, получают мало. А те, кто получает много, те мало работают. Вот такое у нас общество. Несправедливое. И социалист тоже несправедливый. Ленин, прямо говорился. Еще вот один здоровый, другой болен. Одного большая семья, другого маленькая. Несправедливость и равенство, первая фаза коммунизма дать не может, неравенство остается, неравенство несправедливое. Но здесь предполагаются общественные фонды, которые в какой-то мере нивелируют эту несправедливость все-таки. Бесплатная медицина, бесплатное образование. Все говорят, что это необходимо. Ну так это же, мы собираемся этого зародить или нет? Мы собираемся. Ну так давайте это и сделаем. Ну так это, вы думаете, обрамочить что ли это будет делать? Обрамочить не поддержит это. Но мы в его поддержке не нуждаемся. Но мы нуждаемся в том. И вернее сказать, товарищи рабочие и трудящиеся, вот надеемся, что они поддержат. Потому что если они это собираются поддерживать, то они поддерживают улучшение своей жизни. И сама по себе эта конституция, она нужна кому? Она и нужна прежде всего ей. Прежде всего, наша трудящаяся, прежде всего, работа. Потому что человек не может жить, не имея никаких перспектив впереди. Если у него никаких перспектив нет, ни за что не борется, то его все время нагружают, нагружают, нагружают. И на нем и так уже все сидят. Почему мы сейчас и говорим о том, что давайте сделаем здесь записанное шестичасовое рабочие дни уже в проекте конституции. Будет короткий день, он будет иметь возможности для выборов и для контроля, и для обучения, и для образования, и для своего развития. А если нет, нет, так давайте запишем, как мы себе представляем ту жизнь, за которую надо бороться. Мы раньше говорили за землю, за волю, за лучшую долю. Ну, да какая доля будет? Вот тут доля, как писано. А вот сегодня объявили на одном машиностроительном предприятии, что в связи с повышением спроса всех переводят на режим работы 10-часовой с понедельника по четверг, а в пятницу это идет как переработка, но всем будет. Да, а при социализме будет так, при связи с повышением спроса, вот, товарищам на других участках уменьшается работа, а сюда они прибывают. Ну, это надо перераспределять, если где-то больше спрос, направить сюда работников, и они будут работать. Это раз. Во-вторых, никогда не нужно уменьшать число рабочих. Ниоткуда не вытекает, что нужно уменьшать число рабочих. Ну, выросла производительность труда, значит, ну, работать надо меньше не 8 часов, а 7. Еще выросла. Ну, работать нужно меньше, не 7, а 6. Еще выросла производительность, ну, 4 работники. Увольнять не надо было людей, когда было сокращение спроса. Тогда бы увольняли, а теперь вот спрос пошел, и вместо того, чтобы набирать новых, вот эти должны переработать. Не увольнялись. Хотя умные руководители, я вот знаю, даже вот тяжелые времена, в 90-е годы. Вот завод Калининг, я вам генеральный депутат, как организовал дело. Ну, плохо там со снабжением, с заготовками, с заказами. Поэтому все приходят утром, значит, точное время. Делают все, что нужно для обеспечения по кооперации. Деятельность разных цехов. Вот я все сделал, вас обеспечил, вас, вас. Все. Можешь уходить домой. Через 2 или через 3, или через 4 часа, или через 6. Неважно. Важно, что ты это сделал. Расширяется, значит, больше я буду работать. Ну, до рабочего дня. Вплоть до рабочего дня. И этот завод Калинина долго держался, и так он не пропал. Не пропал. А можно было взять, давайте это, раз нету загрузки, давайте один цех уберем. Ну, убрали цех, уже ничего не может сделать этот завод. Ничего. Они, скажем, гидролизные ванны там имели, уберите их, и все. И все, уже вы не можете сделать этого. Или вы сборщиков уберете. Ну, что, у вас все заготовки есть, никто не может собрать. Эта безголовость, она вот в нынешнем, организация нынешнего хозяйства, она себя очень сильно проявляет. Потому что люди, которые делали этот новоявленный капитализм, они думали не о том, как организовать производство. Даже капиталистическое, они думали о том, как хапнуть. И вот эти хапотели, они пытаются, они очень не любят никакого плана, чтобы не было даже на общекапиталистическое производство. Чтобы никакого не было контроля. И сейчас вот начинают, казалось бы, ну, очень просто, скажем, вот, эти самые боярышники. Есть же подпольные цеха, и есть люди, которые убили 70 с лишним человек. Люди, причем организованные убийства. Ну, расстрелять надо их. Мораторий снять, расстрелять. Чтобы другим не повадно было. Они будут искать, давайте, говорит, не будем вам давать, чтобы вы не купили какое-нибудь сердечное лекарство, спиртосозерзающее. Пусть мучится весь народ. Ну, вот это уже, так сказать, подробности, какие-то детали. Главное, что люди должны подумать о том, как должна быть устроена жизнь справедливая, счастливая. И такая жизнь, в которой народ будет не статистом, и не такой, которым будут командовать. А он будет командовать теми, кто будет ему служить. А те, кто будут служить, согласно книге Ленина, государственной революции, будут получать жалование. Что они пожалуют, те, кто организовывал Советы Государства. Что пожалуют. Если вообще-то хорошее дело, то он пожалует. Никогда народ не скупился на то, чтобы задержать тех, кто у него на служб. Но надо служить. А то Господу можно служить, этому государству, государству капиталистов, можно служить. А народу нельзя, что ли, служить? Давайте служение народу поставим в угловую угла. Вот эта Конституция и ставит вопрос о служении народу, в том числе чиновников, в угловую угла. Очень интересное у нас обсуждение. Честно говоря, у меня еще есть вопросы. Я не знаю, если вы еще готовы пару минут поотвечать. Иван Михайлович, да, вот я хотел вам задать такой вопрос. Вот вы высказались в том смысле, что проект Конституции 1993 года имел недостатки, в том числе упоминание прав человека, а сейчас это все убрано. Я думаю, зрители сразу воспримут так, что у человека и прав нет. А тут я смотрю, тут есть права граждан, тут разные на жилье, на обеспечение. Это не права человека? Ну, во-первых, когда пишут о том, что граждане имеют права на жилье, в советской Конституции это подразумевается, что если гражданина нет жилья, то он может пойти, потребовать его на законных основаниях. Сейчас наши граждане имеют самые разнообразные права, и на них нет такого права, которое наши граждане бы не имели. Но и тем не менее мы видим, сколько бездомных, и мы видим, сколько, так сказать, людей лишены врачебной помощи. Потому что если у тебя там насморка, тебя вылечат за эти страховые полисы. А если у тебя что-то серьезное, что-то надо лечить и жизнь свою спасать, и чтобы ты инвалидом не старт, то, конечно, право ты имеешь на это, но ты это право должен подкрепить материально. Поэтому, когда говорят о правах человека, конечно же, есть интересы рабочего класса, за них и всех трудящихся, за эти интересы надо выступать. А право человека, так сказать, так институция, это, на этом примере назвал, некоторый такой вот флер, некоторая шаруха, характерный для того периода перестроечного и постперестроечных лет, вот этих, начало капитализма, второго, происшествия капитализма в Россию, она не могла не иметь этих родимых пятен, как в каком-то смысле, потому что люди в этом сводились. И вот эта конституция Новороссии, она где-то более четкая, а вот эта конституция, она и более четкая, чем конституция Новороссии. И надо сказать, что останется, вот как диктатура пролетариата, как говорил Ленин, она останется до полного уничтожения красов, ибо красы не исчезнут без диктатуры пролетариата. Кроме рабочего краса, нет никакого краса, который был бы заинтересован кровно в полном уничтожении красов. А для осуществления диктатуры пролетариата, ему необходима организационная форма, это советская власть, оформленная в виде вот этих самых советов. Надо сказать, что вот ошибки в государственном строительстве советском, они были еще вызваны непониманием диалектики перехода от капитализма к полному коммунизму. И поэтому, скажем, Ленинская фраза, что советы не просто органы власти, а боевые органы организации рабочего краса, она интерпретировалась так, что это вот что-то на период революции, гражданской войны, а когда все успокоилось, от этого вот можно отойти, когда переходный период закончился. И поэтому, в общем-то, идея вот Конституции 2006 года, она никакого отторжения не вызвала. Можно говорить, что там Бухарин был правый, ее в основном граммом, как считать, комиссии был Бухарин, который правый, но Сталин большие правки вносил, и вообще ни у кого не вызвала протеста Конституция. Так же, как, кстати, Конституция 1977 года, хотя было много, вроде бы, как Михаил Васильевич говорит, грамотных людей в советских и обществоведческих кругах, но вот никто не внес предражения, она широко обсуждалась, скажу, почти на моей памяти была, хоть и муравейный, что было широко обсуждение Конституции, я не знаю, кто-нибудь вносил туда предражения о соответствующем советской власти, действительно, названию Совета по строению органов власти. Что-то вот таких, может, они и были, о них не говорили, такие предражения. Я уж не говорю о том, что можно было вообще альтернативный проект, так написать, подумать, но просто вот у людей не было, действительно, такого в голове. Это вот нам надо понимать, и как нам, как людям, прошедшим срогу у школы капитализма, в случае второго приближения, надо, конечно, это все понимать и такого не допускать. Это осмысление того, что будет. Может быть, к чем-то будет Конституция реальная Советской России отречаться от этой, но основные идеи, конечно, если мы хотим, чтобы была устойчивая форма советской власти, а не такая, которая на 70 лет, то она, конечно, должна отвечать определенным принципам. Эти принципы в науке. Наука, она едина, истинная, она едина, и они должны соблюдаться в непосредственном. Владимир Александрович, я еще добавил бы, что права человека – это название для буржуазного права. Потому что была декларация прав человека и гражданина, великую французскую буржуазную революцию, и оттуда и пошли права человека, в которых было записано право на частную собственность, на свободу слова, свободу собрания, там, митингов, и искание счастья. Вот когда сейчас по всему миру мечутся, ищут счастья. Эти самые гастарбайтеры всевозможные, и найти этого счастья не могут. Чернышевский высказался по поводу этих прав человека однозначно, что каждый человек имеет право есть на золотом блюде, и все равно его есть. А в нашу великую революцию, в столетие которой мы отвечаем, у нас была другая декларация. Декларация прав трудящегося и эксплуатированного народа. Смысл ее в том, что каждый человек, трудящийся, имеет право устанавливать социализм на всей земле. Поэтому вот, если мы будем стоять на основе прав трудящегося и эксплуатированного народа, мы будем должны указывать, что там нарушаются права трудящихся. В Германии, в Италии, в Америке, в Швеции, везде, площадь рядом нарушается. А поскольку наши забыли даже свою декларацию, деятели, идеологи, так называемые партийные, типа Суслова, поэтому нам все время, вы там нарушили права человека, права человека, как и буржуазное право, должны быть все разрушены и уничтожены. И возрождено право трудящегося и эксплуатированного народа. Не трудящийся, да не должен есть. Вот какие права трудящегося. Если он, конечно, не больной и не изделений. Иван Михайлович, еще такой теоретический вопрос. Научное определение партии, это у нас авангард класса политической партии. А, значит, в Конституции, есть в проекте Конституции статья 42, значит, граждане Советской России имеют право объединяться в политические партии, общественные организации, ну вот остановимся на парке. То есть подразумевается многопартийная структура. То есть, мы имеем право. В свое время иностранный корреспондент в России читал в период разгаранной пары, что вот у вас капитализм-то объективно силен, и вы признаете, что капитализм сейчас очень силен. Но как матерейство должны понимать, что это вот базис, который, так сказать, он объявляется и не сметет ли он класс. Но Сталин ему отвечал, что да, мы видим такую опасность, но политическая область у нас в руках. И, кстати, крупная индустрия, транспорт, горная промышленность тоже в наших руках. А потом мы не дадим капиталистам организоваться политически. Мы не дадим им создать партии свои политические и организоваться политически. Я думаю, что люди, которые будут здесь в Советах, они будут не группея нас с вами, и они разберутся, какие партии они позволят создавать. Надо сказать, что даже в Германской Демократической Республике, где почетче относились к социализму, криптовой пролетариата, чем в СССР, было несколько партий, и в Польше было несколько партий. Здесь этого бояться не надо, не надо от этого бежать. Но надо, конечно, понимать, как В.С. Сталин в том же конце 20-х годов нам говорят, что это крестьянская партия. Понятная идея, что крестьянская партия – это будет кулацкая партия. И такие разговоры о кулацкой партии, они идут от кулачества, для того, чтобы опрокинуть рабочий класс. Это, я думаю, что мы должны понимать. И, конечно, не будем чураться о определенных ограничениях на деятельность буржуазных партий. Потому что они, по ним, могут быть признаны экстремистскими, согласно этой конституции. Они будут требовать частной собственности и тому подобных вещей. Мы сейчас не допускаем партии, которые призывают людей голову резать, как и их. Вот и здесь точно так же под понятием экстремистских могут попасть в буржуазные партии. А потом вот левые эсеры в советском правительстве были. И они прекрасно действовали, пока они не устроили митиш в 18-м году, в июльский. После этого эсеры и запретили. Если партии будут созданы, они будут, так сказать, взаимодействовать и будут приближаться к тому, что является авторомангармом рабочего класса. Ну, они могут существовать. Но совершенно понятно, что если мы запишем сюда, что коммунистическая партия, то есть она будет не за счет авторитета трудящихся, не за счет работы на заводах, а потому что ее в Конституции записали, почивать на лаврах, вот этого допускать нельзя. Иначе получится, что она, если просто сразу в Конституции забита, нельзя допускать боритесь за права. Если рабочий класс не создаст свою партию, и эта партия не будет руководить, ну ничего это не пойдет, это Конституция, потому что Конституция и это, и это следующий, этот еще один аппарат в системе диктатуру, без партии диктатуру, без партии диктатуру не осуществишь рабочего класса. Если вы не создали своей партии, то вам никакая запись тут не поможет. Что коммунистическая партия работает, какая она коммунистическая, она перестала быть коммунистическая, а в Конституции стояла и ждут долг. То есть это вот не должен быть фетишизм, такой правооборщий, если мы написали, так оно и будет. Не будет. Боритесь. Дорогие товарищи, позвольте, последний вопрос, который меня тут немножко ставит в тупик. Вот есть статья 46 о трудовых коллективах, о том, что они непосредственно участвуют в делах предприятия, но это мы вроде разобрали вопрос, да? И дальше записано. Ведут переговоры, заключают коллективные договоры с администрацией. Буржуазное в обществе, это понятно, коллективный договор, это форма борьбы трудящихся за улучшение их положения, наиболее эффективная форма борьбы. А при советской власти, что это за функция коллективного договора? Точно такая же. При советской власти должен быть трудящийся бороться за свои интересы, иначе у него представители, так сказать, всяких структур, чиновники, бюрократы, карьеристы и всякого рода негодяи могут это вот сюда забрать или не давать и так далее. Поэтому Ленин прямо говорил, что нужно обязательно бороться профсоюзом против ведомственного усердия. То есть нужно бороться и с теми профсоюзом, и с теми, кто разрушает советскую власть, и с теми представителями советской власти, которые позорят советскую власть. Для этого нужны и коллективные договора, и, так сказать, борьбу в профсоюзах. И вот в этом суть была полемия Георгия над всеми, кто считал, что ну, теперь у нас советская власть, профсоюзы не нужны. Как не нужны? А кто будет организовать все эти советы? Профсоюзы пускай организовывают. То есть они не могут даже коллективный договор составить, как они могут кого-то избрать туда? Делового человека, наверное, который не может ни коллективный договор составить, ни переговоры провести. Надо же выбирать людей, которые подготовлены были. А где они готовились? На заводе. Так что это как раз совершенно необходимый элемент в том, чтобы люди не формально, а реально могли бы создавать свою власть. Это осуществление литературы коллективного договора, которое будет актуально, это полное уничтожение власть. Пока улутся конякции. Раз власть не будет, то да, другой. Раз власть не будет. Все предприятия в Советском Союзе работали по коллективному договору? Не факт, что все, но в Ленинграде, например, пятая часть предприятия имела коллективного договора. Это право, которое не использовалось. А право было. Ну, вот сейчас, например, есть такое право, что комиссии, там, значит, конфликты, два, спасло, пожалуйста, можно создавать. Но оно не обязательное. Поэтому если вы договорились с администрацией, то это комиссия по трудовому договору, которая может принимать решения на уровне судебного. Оно просто создается на паритетах сначала администрации и работников. Но это на меньшинстве предприятий, даже на единичном уровне, можно сказать. Это точно, и на единичном предприятии. Комиссия по трудовому сформу. Нет этого. Поэтому одно дело право, а другое дело реальное. И коллективные договора были далеко не на всех предприятиях. И поэтому и опыта нет хорошего. За советское время мало у кого остался опыт организации коллективной борьбы. Если подытоживать наш разговор, получается, проект у нас, Конституция, это у нас не какие-то оторванные размышления или какие-то утопии, а это осмысление исторического опыта борьбы рабочего класса. И это предвосхищение будущей борьбы рабочего класса за свою власть. За уничтожение класса. В том числе до полного уничтожения класса. Нет, и капустовая власть тоже надо. Иначе ни уни класса не уничтожат. За что бороться? И до полного уничтожения класса. За что бороться сейчас? Это сейчас маяк. В этой же конституции написанная цель обеспечения полного благосостояния и свободного. А при советской власти это будут орудия в руках монетариата для построения высокосвящего общества. Поэтому изучать это и осваивать надо уже сейчас. Обсуждать. И обсуждать. Чему мы всех наших зрителей и призываем. Большое спасибо, товарищи, за эту очень интересную беседу. Спасибо. Вам спасибо. Так, дожили. Вам спасибо. Спасибо.